Вопрос, который все время встает. Мы учим такие важные вещи для духовного развития. Вы напомнили нам несколько раз на уроке, что мы должны сконцентрироваться на десятке, постоянно выяснять духовное развитие. Вы говорите, говорите об этом постоянно. Нет у нас времени, говорите. На уроке это урок, а в зуме мы читаем. Как мы можем реализовать этот совет? Рой, я попрошу, в отношении распорядка дня ко мне не обращайся. Я этого не устанавливаю и не знаю. Я думаю, что, может быть, вместо того, чтобы читать статьи Рабаша, то, что вы установили для себя, стоит нам попробовать. Но чтобы это было конкретно. Попробовать. Вы повторяете утренний урок, да? Или нет? Да, мы слушаем его. Слушать недостаточно. Может, стоит обсуждать это? Я не знаю. Вы должны думать, как вы обрабатываете то, что мы изучаем на утреннем уроке, чтобы это в действии вошло в вас, из потенциала в действие. Так я хочу добавить. У нас в десятке был период, когда мы брали статьи Рабаша. Просто обсуждали. Без многих разговоров мы обсуждали очень по делу. А потом мы остановили это дело и только читали. Это кажется очень монотонно. Это даже усыпляет. Поэтому стоит взять утренний урок, то, что было каждое утро, и в течение дня возвращаться к нему в таком виде, когда вы читаете и обсуждаете буквально, повторяете его, извлекаете оттуда принципы и главным образом обсуждаете, как вы это реализуете в десятке. Это главное. Как вы реализуете утренний урок в десятке. Это обязательно. Без этого не должен проходить день. Вы рекомендуете, чтобы эти вопросы получила каждая группа или каждая десятка сама по себе бы делала? Этого я не знаю, как вы хотите. Я хочу, чтобы вы обсуждали тему утреннего урока и реализовывали это в десятке. Вот и всё. И тогда все уроки будут у нас практическими уроками. А иначе это будет просто теоретически, беспорядок, и каждый будет пройдёт, как будто это прошло рядом с ним, и всё. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!